Добрый вечер! У нас вторая часть нашего медицинского прямого эфира, последнего прямого эфира апреля. Я напоминаю, что сейчас у нас в гостях Татьяна Ивановна Казалина, заведующая славуческой подстанцией экстремедицинской помощи. Так что, если у вас какие-то проблемы, неприятности, звоните, и она, либо ее специалисты, ее бригада приезжает и вас будет лечить. И сразу, Татьяна Ивановна, я сразу в лоб вопрос, который, ну, он как бы сформирован из нескольких, но чтобы вы понимали. Люди помнят советские времена, они знают, что такое скорая помощь. Звонишь, тебе плохо, они приезжают, быстро приезжают, быстро тебя лечат, либо забирают. А что вы сейчас вот повыдумывали? Экстренная медицина, неотложная? Как я вообще в этом смогу разобраться? И вообще, когда я звоню в Славутич, вы находитесь там же, в Славутиче, или это, как и в милиции, нам перезвонят в Славутич, а потом уже вы выезжаете? Такое у вас бурное начало, длинное. Значит, во-первых, это не мы придумали, экстренное, неотложное. Человек говорит, что вы. Это с 2012 года существует закон, тогда еще самый первый ласточки нашей реформы медицинской, закон Украины об экстренной медицинской помощи. Мы потихонечку в Славутиче этот этап оттягивали сколько могли. Ну да, сейчас уже все. И с 1 июля 2015 года была открыта подстанция. У нас очень длинное название, ну и так скажем, подстанция в городе Славутич. То, что мы, да, филиал Бориспольской филиал, у нас очень, озвучу название, да, коммунальное предприятие Киевской областной рады, Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф. Филиал Бориспольская станция скорой помощи, вот, подстанция города Славутич. Понятно. У меня тут возник сразу еще один вопрос, но я его задам позже. Я про телефон. Вы находитесь в Славутиче? Да. Мы базируемся. Базируетесь в Славутиче? Да. Мы базируемся на территории Славутиче. В данном случае на территории ДЭУ. Находимся. Телефоны все там. 103, когда вы дозваниваетесь, поступает к нам на базу непосредственно. Ну, все. На прямую, поэтому… Поэтому все здесь. Все здесь. Не надо переживать. Вот. Но у нас же есть еще, я так понимаю, неотложная помощь. Вот регулировать звонки в экстренную или в неотложную, это уже вы занимаетесь этим вопросом. Да, наш диспетчер. Ваш диспетчер. А как вообще определяется, вам в экстренную или вам неотложную? Это вы знаете. Расскажите немножко этой технологии. Ну, я так думаю, что простому… Может быть, и не надо знать, я согласен с вами. Им это не очень-то и надо, потому что им главное, чтобы кто-нибудь приехал, оказал им помощь. Правильно? Совершенно верно. Поэтому заморачиваться особо не надо. Но я скажу в нескольких словах. Существует приказ 370, который непосредственно… И там указаны параметры… Разделяет, что значит экстренное, что значит неотложное, а что значит вообще никто не едет на эти вызыва. Кстати, такой вопрос тоже будет. Вот. И поэтому, согласно этого приказа, есть еще у нас постановление Кабинета министров, тоже с 2012 года, 11-19. Там тоже все это расшифровывается. И все это расписано по полочкам. И четко знаете, когда ехать. Мы люди подневольные, мы подчиняемся. Понятно. Тогда еще один подвопрос. Бориспольская. Ну, это же как бы еще дальше. Вот Бровары ближе, тоже на букву «Б». И милиция, по-моему, у нас Броварская. Ну, этот вопрос… Опять не к вам. Нет, звучит с самого начала. Я просто что хочу сказать. Я уже говорила о том, что мы открылись 1 июля 2015 года. И на тот период Броварская станция экстренной медицинской помощи, она тоже относилась к Борисполью. А, то есть был такой центр. Да. Такой всей Киевской области. Нет, не всей Киевской области. Ну, северная часть. Северная часть и Киевская область. Да, да. Понятно. Два тридцать… Ой, ну да. Два тридцать шесть двадцать один. Звоните. У нас прямой эфир. Любой вопрос. Просто впрок. Я понимаю, что, возможно, вы скорой или экстренной помощью не пользовались. Но, тем не менее. Вот, можно позвонить и сейчас узнать все вопросы. Вот, смотрите. Я не знаю, досаждают ли вас люди с хорошей памятью им за 70, за 75, которые сравнивают, что типа раньше скорая помощь была проще, и приезжали, и таблеточку надо привезти, и вы привозите таблеточку, и спрашиваете еще, и перезваниваете, как себя чувствуют. А сейчас как-то вы так холоднее стали. Вот почему. Я понимаю, раньше все было… Раньше мы были моложе, и хлеб был вкуснее, и цветы ярче. Ну, как уже предыдущий гость ваш говорил о том, что все-таки идет медицинская реформа. Куда она идет? И какая-то реформа. Будем видеть. То есть посмотрим, да? Да. Вот. Поэтому, что касается экстренной помощи, здесь у нас немножечко другая сфера обслуживания, так скажем. Таблеточками мы не занимаемся, и, к сожалению, нашим пациентам уже нужно привыкать, что амбулатории на колесах, которую выполняла скорая помощь Советского Союза, такого не будет. И уже мы к этим хорошим в этом смысле временам не вернемся. Да. И такого уже не будет. Хорошо. А в каких случаях вы можете отказать в приезде экстренной помощи? Вот как вы определяете, надо ехать или можно как бы психологически поговорить и не ехать? Ну, категорически отказываем, да, когда случай однозначно не нуждается или же нет необходимости, или в некоторых случаях люди звонят совсем в нетрезвом состоянии. Ну, это понятно, да. Вот. В таких случаях дается рекомендация куда-то обратиться или как-то, если это действительно нужна медицинская помощь. Ну, понятно. Вот. Стоматологических больных мы не лечим. Да у нас стоматологических, по-моему, мест лечения столько, что скоро в каждом доме будет, в каждом подъезде. Нет, ну, бывают вызова такие, болит зуб, вот приедете, что-то сделайте. Ну, что-то мы… Это не для скорой помощи вызов. Зуб – это такое дело, что должен смотреть специалист. Клещи не удаляют никто, ни экстренная, ни неотложная помощь. Это тоже не входит в пункты вызова скорой помощи. То есть все это решается, в общем-то, индивидуально, скажем так. Ну, опять-таки, я вам уже называла ряд нормативных документов, в которых это все прописано. Это все прописано. Это раз. И, во-вторых, есть еще правила вызова, значит, скорой помощи любой, экстренной, неотложной. Вот эти правила мы озвучивали в 2012 году, в 2013 году в средствах массовой информации. Мы тоже обо всем об этом говорили, но, наверное, нужно еще раз повторить. Да, давайте в конце. Во-первых, тот человек, который вызывает медицинскую помощь на себя, мы не будем сейчас акцентировать внимание, медицинскую помощь на себя, во-первых, он должен находиться рядом с больным, а не так, как у нас бывает. Да, я на станции работаю. А мне там… А мне там, да, мама позвонила, что ей там плохо. Мы приезжаем, а оказывается, мама там сильно соскучилась, и он давно не был у мамы в гостях. Она ему позвонила и сказала, что ей плохо, чтобы он пришел, ее навестил. Да, а он вместо себя послал скорую помощь. Да, он… А он, ну, может быть, это, конечно, и правильное решение, как сына, с одной стороны. А с другой стороны, значит, на такие вызова, к сожалению, мы ездить уже не будем. Вот, и поэтому тот, кто… И у нас еще бывают такие вызова, что я стою на балконе, вот тут лежит человек. Вот вы приедьте, и вы посмотрите. Нет, уважаемые мои, вы вызываете скорую помощь, вы обязаны прийти, подойти, посмотреть, спросить, если он разговаривает. Нужна ли вам эта скорая помощь, которую вы вызываете или нет? Ну, я был сам свидетелем такого, в общем-то, вызова скорой. За московским фоком лежали два пьяных. Вот один пьяный, а метр к ста от него другой. То есть выехала скорая помощь, они руки разводят к одному подходить или к другому. Ну, видно по перегару, что там не скорая помощь нужна, просто человека надо домой доставить или в милицию. А вот как бы не позавидуешь им в этом смысле. В это время, кстати говоря, позвонить кто-то другой, и там реально может быть скорая помощь. Они находились, ну, скажем так, у не совсем здоровых людей, но профиль не тот, профиль скорее медицинский. Кстати, а сколько у вас бригад работает? Вот если сколько звонков вы можете принять, ну, бывает такое. Сколько можете послать бригад на вызовы сразу? Ну, у нас по нормативу, по нашим две бригады, у нас две бригады круглосуточно работают. Понятно. 2.36.21, даже если вам не приходится общаться, но впрок можно заранее узнать, что нужно сделать, чтобы позвонить скорую и не получить как бы неудовлетворительного ответа, или делать вид, что вы, а мы не знали, и так далее, и так далее. Есть вообще норма временная для приезда неотложной помощи и экстренной помощи? Есть. Есть, да. Мы ограничены во времени, конечно, ну, в Славутичо это не так сложно. Я понимаю, что это не период, да. Да, 10 минут доезда у нас идет с момента бригады принятия вызова, то есть бригаде выдают карту вызова, и отсюда идет отчет. За 10 минут она должна доехать до места. Ну, они могут проконсультироваться, там, если какой-то случай, они могут вам позвонить? О них какие-то есть вот связи между собой с другой бригадой, если там они не понимают, что, но какая-то вот такая оперативная, может быть, даже видеосвязь какая-то есть, или с Киевом. Вы мне показывали какой-то прибор, который может что-то не в Киев связаться. Да, мы показывали вам электрокардиограф, который подключен к телеметрии, и кардиограммы, которые у нас вызывают сомнения или какие-то… Проконсультироваться. Да, мы можем пересылать в кардиоцентр областной больницы и получить оттуда консультацию. Правильно мы лечили, неправильно, что нужно еще сделать, какие у нас еще есть возможности вообще. В этом смысле это уже положительный момент относительно той скорой помощи, которая была раньше, когда приехал врач, и вот он есть, его знание, и вот больной, и вот он все решает сам. Но это часть той реформы, которая… Положительный момент. Положительный момент, да, потому что мы в городе, не будем брать сельские населенные пункты. Но это да, это вот одна из новшеств. Спасибо, у нас есть звонок вроде бы. Алло, алло, добрый вечер. Сорвался. Ну, не дозвонились. Хорошо, понятно. Вот еще один такой вопрос. Мы помним, что с какой-то большой помпой Арц передавал один из автомобилей скорой помощи. Тогда, по-моему, действительно приехало 5 или 6 скорых помощи, и вот одну из них там она выехала, еще эта Придовиченко, и она, ее передали. Ну, это как бы еще, когда не было экстренно, это было до 2012-го. Вот спрашивают люди, а куда машина эта делась? Она же была такая новая и красивая. Ну, это вопрос не ко мне. Я помню, там еще проблемы, Арц не мог никак передать ее вам. То есть она как-то на балансе была у Наэка, и так и не передали. Не знаю, это вопрос нужно к тем ответственным лицам, которые ее принимали. Которые ее принимали, так понятно. 2-3-6-21, прямой телефон, прямая линя, вы можете связаться с человеком, который знает все по скорой, неотложной помощи. А мы, кстати, их с вами еще не разобрали. А вот скорая и неотложная, чем они отличаются? Вот какие вот, ну, вкратце, какие-то функции, вот когда приезжает неотложная, а когда приезжает, ну, не скорая, нет, неотложная и экстренная. Скорая, я так понимаю, уже нет. Ну, я озвучила, что экстренная помощь приезжает через 10 минут от получения вызова. Неотложная помощь, а она, у нее диапазон другой. То есть они едут на вызова, и их вызова, они обслуживаются в течение часа. То есть это… Ну, это не острые случаи, скажем так. Ну, это не то, чтобы не острые случаи, это те случаи, которые не нуждаются в экстренном оказании медицинской помощи. Вот. Поэтому температуры, головные боли, там, высокое давление у хронических больных. Вот это вот то, что… То есть это хронические больные, у которых, как бы, все эти вещи, ну, либо ожидаемые, либо часто случаются. Да. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. В связи с новой реформой у нас в скорой помощи будут работать врачи или парамедики? Вот на данный момент у нас в Славутиче. Спасибо большое. Потому что парамедики, я так понимаю, это неквалифицированный врач без высшего образования. Как у нас с этим в Славутиче? Спасибо. Спасибо. Ну, вот вопрос. Да, спасибо за звонок. Я думаю, что вы его явно все равно ожидали. У меня он чуть-чуть больше будет. Я, честно говоря, забыла про это. Значит, во-первых, этот приказ, значит… Забыли. Не то, что забыли, приостановили. О. Это, в общем, приостановлен приказ про парамедиков, про переименование и так далее. Но пока у нас остается все так, как было. Врачи и фельдшера высшей категории. То есть, ну, по крайней мере, славучан лечат не парамедики на настоящий момент, а квалифицированные, вполне квалифицированные врачи. Так что, в случае острой необходимости, звоните, вас там встретят. И, ну, я так понимаю, что в случае вот какой-то… Вы же потом отвозите человека в медсанчасти, если есть какие-то варианты, что нужно лечить чем-то там. Ну, вообще все наши вызова должны заканчиваться госпитализацией. Госпитализация. Это идеально. Когда наши экстренные вызова, они должны заканчиваться госпитализацией. То есть, вариант либо в Славутище, либо, если там какой-то экстренный случай, вы можете отвезти и в Чернигов, я так понимаю, да? Мы можем отвезти в Киев, в кардиоцентр. В кардиоцентр, да. Да. У нас есть препараты, у нас есть уже машина. Ну, да. И поэтому мы по договоренности, по согласованию, и мы можем везти сразу в кардиоцентр на, так скажем, хирургическое вмешательство. Ну, да. Если вот, ну, та же самая, к сожалению, бывают те же самые автомобильные аварии, или там какие-то несчастные случаи, то есть, когда, ну, уже, как бы, квалификации или уровня, скажем, нашей экстренной медицины уже недостаточно, уже нужен хирург какой-то уже более, ну, высокий, высокое медицинское обслуживание и более такие мощные, ну, и препараты, и приборы, и так далее, да? Ну, это по направлению травматолога, как, ну, в частности, ваш пример, да? Когда он решает, что он... Что это необходимо. Да, что это необходимо по его направлению. Я напоминаю, 2-3-6-20 дней, а у нас есть звонок? Нет, пока у нас нет звонка. Ну, фактически все, что я хотел знать, я уже у вас спросил и узнал. Ну, а вообще, если это не военная тайна, а много бывает звонков в течение дня? В среднем. Звонков вообще или... Нет, давайте так, вот разделимся. Есть просто звонки, из них в процентном отношении те, условно говоря, ну, как бы помягче сказать, придурки. Нет, это слишком жестко. Ну, ненормальные люди, которые просто звонят, там, им плохо, хочется поговорить и так далее. И реальные, где нужно выезжать, и вы понимаете, что это надо делать быстро. Ну, за 17-й год у нас 4465 вызовов. Ого, за год, да? Да. Понятно. Это где-то в среднем чуть больше 10 вызовов в день, получается, да? Ну, плюс-минус. В один день больше, в другой день меньше. Как обычно это бывает. Праздничные, выходные. Ну, да, к сожалению, да. А я так понимаю, что у вас, вот, я раньше знаю, что на скорой помощи были записывающие аппараты, и в случае, как бы, ну, когда кто-то надоел, или, ну, вам кажется, что вас уже достали, то есть вы можете потом запись применить и обратиться в милицию, если кто-то там разыгрывает или еще что-то. Такое сейчас осталось? Конечно. У нас все звонки записываются. Все звонки записываются, да? То есть в случае, если как кто-то посчитал, что вам невежливо ответили, либо наоборот. У нас есть архиватор речи, и не один раз он нас выручал, поэтому… То есть это все, да? Это все. Понятно. Поэтому имейте в виду, когда звоните на скорой, вас записали. И если вы будете, как бы, ну, хамить, то об этом тоже будет известно. Хотя вот я понимаю, что, наверное, когда звонишь и какой-то случай экстренный и так далее, там уже не до хамства, но, тем не менее, будьте взаимовежливы. С той стороны работают люди, которые готовы вам прийти на помощь в любой момент. Я тяну время, хотя время уже наше постепенно подходит к концу. 2.36, 2.21, еще можно один телефонный звонок принять. Вот сейчас, ну, часть скорой помощи находится здесь. Вот они у себя на рабочем месте, поэтому у вас есть возможность сейчас в спокойной обстановке задать Татьяне Ивановне вопрос. Ну, судя по тому, что вопросов, я так понимаю, нет. И дай бог, чтобы у вас было, ну, наверное, меньше десяти звонок. А, кстати, вот последнее, ну, если сравнивать то, что было, ну, 5 лет назад и сейчас, вообще больше обращаются в скорую или уже меньше? Или так анализ сложен? Ну, хотя бы 2 года назад, там, 3 года назад. Сложно подвести такой анализ, да? Ну, вызовов, количество вызовов, конечно, сейчас гораздо меньше, потому что функция немножко поменялась. Ну, я понял, да. Вот. Функции поменялись, поэтому часть больных, хронических больных, они отошли на участковых врачей. Вот. И они там ими сплотную занимаются, поэтому на скорой они... Ну, я понял, что если вы позвоните, привезите мне таблеточку, этот вариант не пройдет. Ну, бабушки по-другому звонят. Я уже выпила все, приезжайте. Да, добавьте еще, да. Мне ничего не помогает. Да, к сожалению, жизнь такая, жизнь сложная. И чем старше человек, тем тяжелее воспринять вот эти вот реформаторские движения, все вот эти реформы, поэтому можно только посочувствовать. Алло, у нас есть звоночек. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста. Я хотела бы выразить большую благодарность по поводу работы скорой помощи. Буквально вчера я столкнулась с этим. Это, ну, не могу передать. Боль ужасная была. Мне помогли очень вовремя. И, ну, буквально добрым словом даже мне легче стало. Поэтому спасибо большое. Очень большое спасибо. Девочки умнички такие. Они уже не первый раз спасают меня. Так что большое-большое спасибо. И, ну, чтобы у вас все было хорошо и помогали всем. А с моей стороны большая благодарность. Спасибо. Спасибо. Ну, приятно. Спасибо и вам. Такие эфиры заканчиваем. И вот благодарность вам за работу. А вообще больные говорят часто, что спасибо спасли или смотря в каком состоянии находятся. Нет. Ну, адекватные, конечно, благодарят. Благодаря. Конечно. Хорошо. Мы закончили этот прямой эфир медицинского направления. Татьяна Ивановна рассказала все о скорой помощи, все, что могла. Но там есть свои определенные военные тайны. И вообще она живет между, я смотрю, там, ну, как минимум три указа там у нее лежит. От одного до другого указа. И как она с ними справляется, ну, одному Богу известно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. А пожелания, кстати, можете словучанам. Праздники, четыре дня. Что вы пожелаете словучанам, чтобы они не попали к вам? Ну, праздники у нас всегда проходят. Я понимаю, что для кого-то праздник и для кого-то работа. Вот. Поэтому здоровье очень дорогое удовольствие. Так что берегите себя, своих близких. Вот. И поэтому не злоупотребляйте. Во. Ни едой, ни питьем, ни солнцем на сегодняшний день. Потому что это все неблагоприятно влияет на организм. Спасибо вам большое. Спасибо на добром слове. Спасибо Татьяне Ивановне. Мы тоже хотим вас поздравить с наступающими праздниками. И пожелать, чтобы в течение этих выходных вам не приходилось набирать номер неотложной помощи. Давайте сделаем подарки для скорой помощи, чтобы они тоже отдохнули. Спасибо. Спасибо.